Итак, с вами Добгайм, мы продолжаем играть за синдиката Америки. В прошлой серии мы успешно ликвидировали Японию. В принципе, весь этот блок получили немало, на самом деле, территорий в Азии. У нас, кстати говоря, есть граница с Россией внезапно. Мы могли бы начать отражение в Европу с Востока. Отвратительная идея, я знаю, мы так делать не будем. Тем не менее, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы продолжаем, и теперь начнем мы восстановить нашу экономику. У нас здесь куча фокусов на восстановление именно экономики. Политических тоже, на самом деле, фокусов очень много. У нас потом будут фокусы еще вот эти политические. Потом еще у нас здесь фокусы есть. Вот эти вот, это как бы уже дипломатические фокусы. В общем-то, куча нам чего еще делать. Начинаем. И вот, видите, синдикалисты победили в гражданской войне. Дешифрованием, если говоря, потихоньку качаем, да, наше агентство. Потому что нам нужно их потихоньку развивать. И, наверное, в ближайшие годик-два у нас будет прямо мирное небо над головой. И у нас теперь 309 фабрик. Прекрасно. Надо только обратно мобилизовать свою экономику. И сейчас начнется нереальная застройка. Я только создал Трансамур, как сибирская армия начала двигаться запад. Только-только создал. Произошло. Ну, что такое? Видимо, левые сразу начинают. Как только могут. Да, у них есть решение. Как только они появляются, видимо, они сразу начинают. Тем более, что тут идет война. Что ж я могу сказать? У них ноль дивизий, но все еще они напали. И нам придется как-то их защитить. Отправляем нашу армию сюда. Что нам еще делать-то? Ну и будем мы сейчас двигаться супер-супер долго до самого запада. И вопрос операторской семьи Китая. Мы можем их казнить. Можем решить власть. И хватит аристократии с нас. Либо изгнать их. И я думаю, вопрос должен быть очевиден. Очевидно, нам нужно разобраться с ними до конца, чтобы полностью освободить рабочих от гнета этой устаревшей аристократии. Вот, наконец, в японской императорской семье. Семья была повешена у императорского творца. Звучение по всей стране, да. Контрреволюция для молодого союза. Нет, нет. Японский союз теперь входит в новую эпоху. Эпоху без императора. И беспорядки, ну, со временем пройдут. А нам бы, по-своему, экономические фокусы поделать. Потому что тут очень неприятные дебафы для нашей промышленности. Нам бы от этих дебафов избавиться хотелось бы. Здесь какой-то, наверное, важный ивент. И нам нужно решить, кто победил. Но тут сложно сказать, потому что не очень понятно, кто нам нужен, чтобы победил. Ладно, давайте попробуем просто текущее правительство поддержать социал-демократов. Посмотрим, что там будет дальше. И тут уже три дивизии. Смотрите-ка, уже какие-то дивизии здесь появляются. Коммуна Бхарата. Это добровольцы? Да, это добровольцы. Окей. Добровольцы помогут немножко сдержать фронт, пока наши войска пытаются добраться до линии фронта. Ну, и здесь давайте все поддерживать те же самых лейбористов, что нам остается. Итак, еще один вариант. Централисты, националисты. Либо лейбористы. Кого же мы хотим? Бернхам — это централистский план, как ни странно. А нам нужен именно Бернхам. Так что мы берем централистов. Итак, вот еще ивентик. Осталась последняя Америка. Все. Любой шанс иметь Америку. Ушел. Потеряна всегда объединена Сенегаты Америки. Отлично. И националистическая фракция становится правящей партией. Все еще радикальный социализм, но это не совсем те. И как будто это уже не поменять. Давайте попробуем дойти до чего дойдем. Как бы пока что, да? Ну, честно говоря, не очень понятно. Но по ощущениям все-таки еще цепочка ивентов, да, происходит, но я не уверен. Так, ну здесь мы оставим, что Чикаго, я думаю, достаточно безопасное место для столицы. А мы еще не можем вступить, в принципе, в эту войну. Потому что у них сибирская война, так называемая, происходит. Это неприятно. И вот после некоторых перезапусков, я в итоге понял, надо выбрать один одной партии, другой второй партии, и потом три централистов. И тогда у вас откроется вот это. И, наверное, уже это. Все еще не то, что нам надо, да? Да. И, наконец-таки, мы дошли до той вселенной, в которой победил Бёрнхэм. Короче говоря, в этих моментах надо выбирать именно то, что читать их полностью и искать, что именно поддерживает Бёрнхэм. По факту это просто в самом конце написано. Тем не менее, нигде в гайде об этом не было, поэтому мне пришлось перепопроверять разные варианты. И вот мы пришли к Бёрнхэму. Бёрнхэму, господи, наконец-таки. Да, наверное, да. Ну, вроде да, вроде Бёрнхэм победил, хотя у нас здесь вот все еще конгресс, как будто что-то сломалось. У нас там, как и те, какие-то наши выборы. Но почему Бёрнхэм не президент, если он победил? Хорошо вопрос. Видите, вот здесь вот тоже, вот эти фокусы недоступны. Может, мне все-таки надо сделать вот этот фокус? Наверное. О, наконец-таки мы победили клан, отлично. Остается лишь Чёрный Легион. И, в общем-то, все, отлично. Ну, я сделал вот этот фокус, но сейчас посмотрим, если он нам не даст разблокирование вот этих фокусов, то, конечно, кринж. Потому что тогда у нас политические фокусы забагались, и мне надо как-то, не знаю, даже не знаю, что делать, какой-то ивент самому вызывать. Крайне мере, так кажется. И, да, на самом деле, нам так много надфокусов, нам, чтобы разблокировать вот эти фокусы, нужно, чтобы ивента произошли. А ивента произойдут, когда мы возьмем вот этот фокус. Там нам все еще надо восстановить экономику, и нам нужны дипломатические фокусы. И тут еще ячейки исследований. В общем-то, ну, камон, почему так много? Это слишком много. Еще все фокусы по 35 дней. То есть мы закончим все свои фокусы, не знаю, в 45-м году какого-нибудь. Это же супердолго, когда здесь уже в это время идет гражданская война вовсю. Да. Не понимаю, зачем было так много сделано. Потому что, допустим, в других Америках, ну, как-то на других, на федералах, совсем все быстрее, совсем все проще. Ну и нет, ничего не произошло. А почему? Хороший вопрос. По ощущениям реально что-то сломалось. Ну, в принципе, как будто все правильно по этим, по описаниям, фокусам. Блин, ультра странная ситуация. Ну, я сделал просто вот эти три фокуса, и нет, они ничего нам не дали. Давайте попробуем пройти по этим, потому что, ну, дипломатические явно, это что-то не то, они доступны всем. Давайте займемся экономикой. А, я вижу президентские выборы 40-го года. Господи, вот куда они спрятали. Это просто безумно, то, что они это нигде не написали. В гайде, как вообще привезти, в принципе, даже какие-то простые вещи, берут кому, допустим, нигде это не сказано. Я подозреваю, что... Вот прошел таймер, и где выборы? Выборы следующие в ноябре 44-го, а текущие... Ух, ладно, я подумал только что, что я понял, как политические все вещи работают, но они не работают. Так, реструктуризация армии. Допустим. Крепоза власть. Интересно, ну а где, где наш... Блин, Бернхэм? Ну что еще, может придет в 44-м году, чтобы я вот эти все фокусы сделал, типа, не знаю, через еще 10 лет только? Преобразуем бойскаутов в пионеров Америки. А еще у меня есть понимание, что, чтобы помочь вот этим ребятам в АЕ, мне нужно само объявить войну России, иначе никак. Вот как суд над федеральным правительством, я думаю, нам нужно брать политику, чтобы побыстрее домобилизоваться и доделать все нужные нам кнопочки. И вот мы и можем с вами объяснить, если говорить, здесь социалопопулисты супер много власти начали иметь. Нам вот не сильно интересно, нам интересно помочь нашей варионетке победить. Мы точно не поддерживаем нашу варионетку и не вмешиваемся в Россию, в российскую политику. Мы отдельно просто нападаем. Да, так и есть. Честно. А еще по каким-то абсолютно невезумным причинам... Ладно, я вижу их уже. У меня освобожденные рабочие пропали. У меня поставило все на нет карнизона. И улетело, в общем-то, почти все. Ладно, давайте немножко переставляем лучше. Но хотя пока куча сопротивления, то оставим так. Но как же это мерзко. Почему именно нет карнизона? Как же наши силы могут здесь без проблем особых пройти. Если вдруг не заработают фокусы, и у меня не придет... Парень, я просто сам себе пропишу, чтобы пришли технократы. Потому что, ну, это что-то несерьезное. Буквально никакие фокусы не работают. Повесть тоже 150 политики, пожалуйста. Ну и заодно военную экономику можно поставить, еще нет. Ну вот мы и прошли по нашим экономическим фокусам. Политических больше нет. Мне все еще ничего не пришло. А давайте начнем дипломатически, наверное. Потому что как бы уже пора, 41-й год. И да, судя по всему, я буду вписывать себе сам вот этот... Вот либо ивентами какими-то в идеале бы, да? Чтобы какие-то триггеры заработали. Либо вообще просто фокус научекс, фокус, автокомплит и поехали. Ой, и Россия начала на западе тоже давать позиции. Ну, потому что мы их души на востоке. Туда больше девиз отправляется, намного больше затрат. У нас очень активный фронт, он только идет вперед. А вот Германия начала проигрывать с Нидерландок. Так что да, мы реально сюда придем как наготовенькое. Ну и я думаю, нам стоит помочь как-то Франция. Хотя вроде они справляются. Так что это, наверное, нормально. Начинаем дружбу с Мексикой и идем дальше. Я буду в Англии. Потому что национал популистов, да, остается прям очень много в России. И я так понимаю, это растет. Нет, не растет, что-то странно. Вроде казалось бы мне партия не национал популистов. Тем не менее, да, прям очень растут они. Ну, хз. Странный момент, тем не менее, окей. В том момент истины, что скажет как бы Британия, бывшая. Теперь Канада. Наши требования. И мы, конечно же, идем в мировую революцию. Так что поехали сюда. Кстати говоря, у нас должен был быть... Нет, еще нет. Ну что, здесь вот будет такой вот павчик. Но вообще, на самом деле, кардианцев без 5 это приятно, но не слишком сильно. Потому что дойдем просто по дипломатическим фокусам. И да, они решили не рисковать. Отлично. Теперь у нас появился чуть более широкий фронт. Итак, вся Америка ушла в состав. Еще есть Аляска. Форнодлегион теряет поддержку. Отлично. Чувствия по Америке. Прозвезды автомобильные, либо железнодорожников. Давайте железнодорожников, не знаю. Допустим. Итак, смелость в науке. Мы освободим атом. И вот подносное исследование. Ну, в принципе, я уже начал следовать атомное исследование. Так что... Наверное, реактора потратим, получается. И гибн Новой Америки. В Союзе есть сила. Согласен. И вот у нас параллельно подводился целый корпус. Целая армия, я бы сказал, морпехов. 24 дивизии. В них во всех есть огнеметные танки. В них тут просто зарядка супер готовая. И именно ими, я думаю, мы сейчас поедем в Рейхспакт задушивать. Помогать нашим бравым интернационалистам. И я думаю, мы вполне себе сможем помочь им. Вступим, в принципе, в интернационал. Почему нет? И вот у нас сотрудничество с интернационалом есть. И я полагаю, меня сейчас должны... Да. Меня позвали. И мы ответим на юзов помощи. Морпехи едут в Европу. И вступаем в исследование сразу. Почему бы нет? Еще раз бьем по ячейку Черного Легиона. И я думаю, наш флот пора тоже перевезти, конечно же, в Европу. Начинается вторая русско-японская война. Каким образом? Хороший вопрос. Видимо, да. А, ну в общем-то, походу... Нет, все-таки не призвало... Слушайте, Тросамур вроде в итоге так и не призвал. Просто они в итоге зашли и перестали быть совсем марионеткой. Наверное, как-то так. Кстати говоря, они... Слушайте, это Корея. Да. Нет, у них все еще, наверное, будет дебаф. Да, без предки все еще есть. Но что поделать. А мы готовим нашу выездку на севере Германии. Я думаю, наши морпехи смогут при поддержке флота и авиации очень быстро открыть новый фронт на севере Германии и развить его за очень значительную поддержку всем силам, в принципе, интернационала. И мы присылаем уже им авиаподдержку. Воздух, в принципе, кстати говоря, и так вроде зеленый, но это я не уверен, потому что я не боюсь с Германией. А вот от союзников я уже получаю его. Так что сейчас узнаем. Наш флот, кроме того, также прибыл. Он в очень хорошем боевом состоянии. Наш вот этот флот также прибыл. Мы поставим, наверное, вот так. Если вдруг здесь что-то надо будет помочь, он обязательно поможет. Эсминцы наши. Давайте, кстати говоря, уберем здесь вот полностью приказы. Сейчас их тоже перебросим туда же. И мы теперь отвечаем на призык пани. Морпехи буквали через несколько дней будут готовы, и спящий гигант пробудился. Армия, погрузившись на барры, отправилась в Европу через Анатический океан. Будет сражаться за свободу Европы от тирании зла. Точно звенит балансе в другую сторону, поскольку огромная военная машина Америки приходит в себя. Гигант ожил. Отлично. И мы начинаем здесь находить корабли и их ликвидировать. Так у них стоит не вступать в бой. Вот теперь, я думаю, должны находить и уничтожать полностью. Этот флот я тоже перебросил сюда. Давайте только его здесь и поставим. Морпехи идут в бой. И все наши авиации отправляются вот сюда, оказать поддержку в Истке. Нас пытаются перехватывать, но наш флот отлично справляется с поддержкой наших морпехов. Здесь ничего сильно интересного. Вот интересно, что будет по Выстке, и мы просто моментально сметаем немецкие здесь войска. Они не ожидали такого. Здесь буквально войска, видите, только перебрасываются туда-сюда. А значит, что да. Что у них просто нет организации. Оставшаяся группа тоже идет сюда. Я вижу, что мы встретили немецкий флот, и немецкий флот... Для него эта встреча оказалась финальной, так сказать. И вот морпехи сюда заходят, занимают побольше территории. Давайте сделаем фронт. И мы просто поедем на Берлин. При некоторой, конечно же, поддержке авиации. Благо, она достает даже до Берлина. Немецы явно такого не ожидали, потому что здесь буквально нету никаких войск. Здесь вроде как ситуация хороша, но там ничего не происходит, так что не сильно интересно это, что там все хорошо. Мы, я думаю, капитулируем данью, после чего полностью сфокусируемся на продвижении к Берлину. Здесь мы можем уже начинать. Вот наши морпехи уже входят в Копенгаген. Рейспакту не будет ни дня покоя. О, кто-то пробовал в Мексику высадиться, но там вроде все отлично. А, и у нас, кстати говоря, Канада тоже теперь в войне находится с нами. Пожалуй, стоит ее вывезти из этой войны. Так и механ у нас вот здесь, вот здесь, говорят, тоже готов. Побыстрее поможет пробиться к Оттаве. И вот наши американские войска наконец-таки почти что входят в Берлину. Давайте поднажмем. Я думаю, реально сейчас войдем. И да, так и есть. Следие сопротивления разбиты, дни Германии сочтены. И на этом моменте Австрия вступает в этот крик, понимая, что интернационал не остановится на одной Германии. И правильно это понимают. Нам стоит, наверное, перейти к чуть-чуть лучшей обороне. Впрочем, давайте да. Перебросим сюда, пожалуй, нашу механизированную пехоту. Она нам пригодится в Европе. Мне кажется, стоит немножко перейти в оборону, укрепить позиции, дождаться прибытия подкрепления. Возможно, подкрепление еще какое-то. На востоке здесь мы тоже перешли в такую стадию войны. Ожидательно. Германия воюет здесь с Россией. Ну, кстати говоря, обе стороны выглядят не сильно веселыми. Тем не менее, тем не менее, у России очень значительные силы вынуждены находиться вот здесь. И мы могли бы, в теории, эти силы пробить. Как минимум, я вот сейчас понимаю, что нам бы выйти каким-то пунктом с набрением вот здесь, чтобы как-то вот эти войска не горели лишнего. И в том числе вот здесь тоже. Дойти бы до верного, чтобы получить припасы. О, вот и британская высадка. Они, видимо, вместе с нашим штабом разработали новый план. Высадка в Нидерландах. И мы сейчас с трех сторон как-то должны будем пробиться. Ну что ж, давайте так и сделаем. Также, я думаю, всю авиацию на данный момент стоит направить как раз таки в Нидерланды. Здесь идут сейчас самые массированные бои. И наше присутствие в воздухе очень сильно поможет. Потому что вот здесь вот эти ребята впитывают урон. А наши самолеты в этот момент могут спокойно его наносить. Вот наши морпехи смогли прорваться к британским союзникам. Теперь они точно не окажутся в каком-то окружении. Нужно лишь успешно додавить здесь войска респакта. А вот и наш механ тоже приехал практически полностью. И сейчас генерал Роберт Шарон Аллан поможет морпехам в давлении на восток. Буквально несколько провинций отделяют респакт от достаточно важного окружения и большого. И мы эти несколько провинций сейчас морпехами заберем. Тем временем механ может тоже начать свое давление на восток. Очень успешное. У них урона и прорыва хватает. Должны они очень хорошо тут работать. И мы смогли выбить вот здесь вот дивизия. По-моему это окружение. Либо почти, почти окружение. Чуть-чуть остается буквально капелька. Выбить и мы сможем очень жестко искруить. Король Роберт бежал из Канады. А вопрос куда? Куда? Потому что как бы ну... Есть такой момент, что осталось почти никого. Наверное во Франции в какую-то... Сюда? Наверное куда-то в Африку. Здесь уже нету у них союзников. В Азии нету. Как будто реально куда-то в Африку. И да, мы наконец-то смогли закончить здесь окружение. Занимаемся Нидерландами теперь. И вот параллельно там капитулировала Канада. И мы кстати говоря удалили немецкий флот. Большего угроз на море для нас в принципе и нету. Можем в примере Сантанты, но я думаю нет. Мы будем все-таки мировую революцию до конца вести. И вот Нидерланды капитулируют. И оставшиеся немецкие войска здесь сейчас будут уничтожены. Скорее говоря, мои морпехи даже имеют здесь щиток. Что ж нам остается лишь как-то пробиться вот здесь вот. Но в целом это не будет особой проблемой. Помощью нашей авиации и наших превосходных морпехов. Механизированных войск. Я думаю мы добьем Германию и Австрию. Но все это пройдет в следующей серии. Как и наверное нажатие наших прекрасных политических фокусов, которые сломались нахрен. Вот Кайзер шила. Что я могу сказать. С вами был Добгай. Не забывайте ставить лайк и оставить комментарий. Подписаться, если вы еще вдруг не подписаны. И твичьи в Discord тоже не забывайте. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok